всем привет сейчас я по просьбе по просьбе подписчиков канала я проведу сравнительную характеристику пиццы печей принцессы и тристара ну принцессу знаете все тристар в принципе тоже познакомились тристар имеет регулятор температуры принцесса не регулятора температуры не регулятора времени не имеет но тем не менее она была есть и остается самой популярной пиццы печка у нас в общем-то на рынке очень сильно хорошо выпекает жарит котлеты и все остальное в принципе пользуюсь ею уже два с половиной года и нареканий у меня нет то есть она мне очень нравится выпекаю в ней все и на завтраки на ужин и ну суп не варю объем не позволяет тристар тоже мне очень нравится он более такой деликат ненький то есть ну и плюс вот этот регулятор температуры очень хорош плюс еще девчонки купили клатроник он чем-то напоминает бибикей он чем-то напоминает жарнека и траволку но в принципе тоже все довольны но мне уже вот именно такого плана пицца печка не нужна потому что у меня есть и траволка и бибикеша который я очень довольна много-много лет от бибикеша у нас работает и еще жарнека который сейчас живет на даче сейчас мы проведем сравнение на пиццах то есть ну одна пицца будет мясная другая будет не мясная название пиццам не даю потому что пиццы как бы я не могу сказать что я может возможно делал неправильную пиццу как бы не итальянскую пиццу но эта пицца в моем понимании это пицца пицца сделана будет на тесте для пиццы туда у меня идет 225 миллилитров воды 1 чайная ложка соли 1 чайная ложка дрожжей и где-то 350 грамм муки то есть смотрю по консистенции теста и 2-3 столовых ложечки оливкового масла замешиваю в хлебопечке на режиме пицца вчера вечером замешала ночь провела вот в этой вот миске тесто хорошая податливая хорошо раскатывается довольно таки такое как бы пышненькая выпекать буду в тристарии принцессе повторюсь пойдет у меня обычная колбаска сервелат буду использовать сыр сулугуни сыр моцарелла делают по моему наши даже если я не ошибаюсь могу наврать но по моему по моему это даже чуть ли не наш челябинск делает не вижу не вижу кто производитель кто делает не могу понять для пиццы вот наши делают прекрасно то есть челябинцы наши вообще молодцы замечательно у нас курица давай сюда замечательно у нас курица замечательно начали делать сыр в общем и хлеб и молочная продукция у нас все замечательно в общем челябинской областью горжусь именно в этом отношении наш производитель молодец это не реклама это чисто гордость за свою область так пицца будет у нас тонкая поэтому тесто берем немного раскатывать буду валиком не им удобней чуть чуть-чуть я присыпаю пиццы печки мукой мне так тоже удобней вот они у меня две в принципе производитель один как я их называю сестра брат так что сегодня у нас на ринге брат сестра вкусно будет и там и там просто ну попросили люди сравнить как арта итальянцы умело растягивают руками тесто я так не умею сколько не пыталась у меня так не получается они молодцы тесто в принцессу мы уложили можем пока закрыть пусть она там постоит выпекать начнем одновременно сейчас делаем тесто три старчик тесто раскатываем тоненько пицца у нас будет тоненькая для три стара тоже вот приготовили так не хочет она лежать как надо есть еще у меня валик такой специально для этих поверхностей для таких круглых но сейчас уже его доставать не буду и так тесто мы разложили здесь у нас будет мясная здесь у нас будет не мясная мясную я сделаю мясной будет есть никита он предпочитает больше с кетчупом с обычным с магазинным вариантом плюс я добавляю туда острого соуса еще чтобы она была остренькая так размазываем кетчуп весь хорошенько этот соус наш как говорит никита он предпочитает пиццу с вредной магазинной колбасой я предпочитаю делать пиццу больше с курочкой гриль что-нибудь такое так укладываем колбаску колбаску использую сервелатик какой производитель не знаю по моему чудо наше местное складываем раскладываем колбаски кладем не жалеем мясная будет чтобы было сытненько так несколько шариков моцарелла сюда используем остальные шарики мы используем на не мясной так это три шарика получается по моему здесь 12 шариков да но сыр хороший то есть неплохой сыр вот уже его сколько раз брала на пиццу на самом деле хороший сыр помидорки используем и буквально чуть-чуть сверху потрем сыром сулугуни так пока закроем не включаем условия у нас должны быть одинаковые так ну эту пиццу я больше для себя делаю поэтому я ее буду делать с лечи лечит домашний свой делала летом вот именно так хочу чтобы был перчик можно добавить еще остренького соуса моцарелла пошла у нас это моцарелла пошла у нас сюда да мы используем конечно больше шариков моцареллки если мы туда использовали 4 то сюда мы уже используем 8 шарика помидорки тоже у нас пойдут свеженькие сюда так вот они пойдут у нас так вот помидоров кладем много к у нас помидорная пицца будет и сверху тоже сыр сулугуни сыра не жалеем это вкусно так как у нас одинаковые условия то есть мы одинаково включаем засеку время и сколько они будут так 300 включили принцессу включили я планирую 20 минут что получится посмотрим ждем так прошло 10 минут мы видим что принцесса ну да макуне так прошло 14 минут принцесса я считаю уже готова то есть я ее достаю вот принцесса 14 минут три старчик еще ждем но здесь лечит то есть побольше сока но мы видим что румянится все равно менее чем принцесса то есть вот она видно же ее видно ждем три стара точно будем минут 20 ждать это пицца готова у нас получилась за 14 минут очередной раз похвалю принцессу она хорошая она замечательная такая пицца резать пока не буду пусть она лежит ждем три стара как три стара будет готов снимаем и там показываем уже все ждем прошло 20 минут три старчик нам тоже приготовил пиццу низ более зажаристый чем вверх достаем она такая посочнее получилось так как там лечим и так вот мы с вами получили две пиццы одна мясной вариант из принцессы другая не мясной вариант из три стара выпекали на максимальном нагреве в три старе у принцессы температура стоит по умолчанию я уверена что вкусно получилось и там и там но они отличаются то есть мы лишний раз убедились что принцесса греет посильнее 300 более деликатен всем приятного аппетита пока-пока до новых встреч здоровья успехов удачи всего самого наилучшего всем пока-пока до новых встреч до новых встреч